Да, я хотел сказать еще объявление, поскольку у нас такой литературный город. К нам приезжают два довольно известных писателя. Во-первых, Мишель Уэльбек, и он будет выступать в клубе «Платформа». Довольно известный автор, автор романа «Элементарные частицы. Платформа и расширение территории борьбы». Очень хороший роман, на мой взгляд, его лучший. Так что вы можете сходить, посмотреть, что он из себя представляет. Это скандальный автор, хороший поэт. И еще приезжает мой московский приятель, очень хороший Дмитрий Быков. Ужасно-модный журналист, телеведущий и замечательный писатель, и еще лучше как поэт. У него вышла книжка потрясающих стихов. Так что он, по-моему, в БКЗ вступает. Ну да, Дима, по-моему, может собирать БКЗ уже по своей харизме. Ведь человек он большой, и ему нужны большие пространства. А билет? Я не знаю, наверное, там в БКЗ вам продаются. Я не знал, что он в БКЗ выступает. Я не думал, что Дима настолько харизматичен. Хотя догадывался. Но я не думаю, что это будет особо дорого. Но это действительно того стоит, поскольку Дима отличный литератор, очень профессиональный человек. И выполняет такой тип успешного литератора и журналиста. И при этом человек необычайно талантливый. Я же не буду, а вы с кем общаться. Я не знал, что он показал. Я только сегодня узнал, я в метро ехал, и объявили, что все, что я вам сказал, я услышал в метро сам. Вот, потому что... Хорошо. А мы с вами поговорим о более старых вещах, более скучных. Мы поговорим... Закончим наш разговор о Джероме Дэвиде Селлингере. По-моему, мы еще не закончили, да? Вот мы говорили о его текстах, которые я, в общем, старался как-то вам преподнести, как такую своеобразную, идеологическую, своеобразное идеологическое сочетание трех составляющих. А еще, по-моему, девушки, а вы... Он уходит уже. Если вам надо отдать анкету, то давайте. Даша, тебе оставляй. Вот. Трех составляющих. Это прежде всего зен-буддизм, очень модный и популярный в те годы. Он, собственно, и сейчас очень модный и популярный, по-прежнему. Фрейдизм, то же самое могу сказать о фрейдизме, и французский фанциализм, который, очевидно, прослеживается в его ранних текстах. Вот рассказ «Голубой период» Дамья Смита, о котором, по-моему, мы не говорили с вами. Это один из поздних рассказов Джерома Дэвида Селлендера и является предпоследним рассказом в его сборнике «Девять рассказов». Это рассказ о молодом человеке, которого, по-видимому, зовут Смит, но он подписывает себя дом Е, как бы такая отсылка к художнику. Этот рассказ построен весьма своеобразно, но как некая пародия на фрейдизм. То есть, как строит Селленджер этот рассказ? Селленджер этот рассказ строит следующим образом. Он, как бы, обнажает фрейдистские структуры. То есть, он нам дает понять, что он все-таки не верит во фрейдизм, и уже в поздних повестях о Глассах он будет откровенно смеяться над фрейдизмом, но это ничего не значит. Это не значит, что Селленджер всерьез не верит во фрейдизм. Все его персонажи, именно построенный, вот их внутренний конфликт построен по Фрейду. Тут, как бы, не надо особо даже глубоко знать Фрейда, чтобы это почувствовать. Но рассказ «Голубой период» и Данья Смита, там вот эти несущие конструкции, они предельно обнажены. Да, вот как это было у Жида, как это было у Джойса, как это на самом деле будет в текстах писательницы, о которых мы будем говорить, о Ресмердых. То есть, такое выявление внутренних конституирующих компонентов рассказа, обнажение, ироническое. Ну, начинает с того, что Данья Смит говорит, «Я не любил своего отчима Боба Агаджаняна, я любил свою мать». То есть, уже понятно, да, то есть, заявляется позиция эдипового комплекса. Он влюблен в свою мать, поэтому он не любит Боба Агаджаняна, который с ней спит. Вот, это очевидно. И он говорит, что «Да, я не любил его». Он хороший был человек, но я его не любил. Вот дальше начинается вот развертывание вот этих эдипальных комплексов. Он рисует 13 автопортретов, то есть такой наступает у него период нарциссизма. Потом там есть тоже такой эпизод, где Данья Смит оказывается в японской семье, когда он переезжает вот в эту заочную школу, преподаватель оказывается в японской семье. И в соседней комнате японцы занимаются лилогией, там по-японски как-то. Видимо, судя по темпераменту этого народа, видимо, очень качественно. Но ему это очень не нравится. Поскольку там такой намек, он занимает комнату сына, ему говорит, «Вы будете у нас в комнате сына?» И он как бы спит, он понимает, чем они там занимаются, и мы тоже все понимаем. И ему очень не нравится вот этот самый мужчина, естественно, разумеется. То есть это тоже как бы реализация вот этих эдипальных комплексов. И рассказ довольно остроумный. Сэн же вообще очень остроумный автор, странный, как бы интроверт. Интроверты очень часто бывают людьми фантастически остроумными. И вот Данья Смит преподает, отправляясь, хотя он перед ним карьером, он отправляется преподавать в заучную школу живописи. И заучная школа живописи устроена довольно забавно. Это такое чисто, ну, такое довольно смешное мероприятие. Ты посылаешь туда рисунки, тебе их поправляют. С тобой начинают работать. Вот. И он является одним из людей, которые поправляют эти рисунки. Он получает разные рисунки, в том числе получает очень интересную картину, которая написана письмо от некой монахини Ирмы. И ему очень нравится эта картина, очень красиво написана. Он понимает, что монахиня Ирма, женщина, видимо, безусловно, талантливая. И он в нее заочно влюбляется. Заочно влюбляется и решает вообще в нее влюбиться, подарить ей всю свою жизнь. И так далее. Пишет ей пафосное письмо. И получает сдержанные ответы в настоятеле монастыря, где говорится, что Ирма больше прерывает свое сотрудничество с этой школой. Что происходит, мы не знаем. То есть, может быть, тут любые варианты. Как я вам уже говорил, вся панорама действия вынесена за оскобки. Мы можем догадываться, что происходит. То есть, мы должны сами выстроить эту конструкцию. Как-то всегда бывает у Джерома Селлинджера. И чем объясняется в основном его гениальность и востребованность его текстов? То, что мы сами должны работать. Нам предлагают поработать. Но эта работа никому не нужна. Эта работа имеет отношение к самим нам. Мы начинаем выстраивать эту картину. Если мы читаем эти рассказы в 15 лет, мы выстраиваем одни картины, в 20 лет другие, в 36, в 33. То есть, это будет иметь отношение к нам. Если мы все время будем читать Селлинджера на протяжении нашего взросления, то мы вдруг будем понимать, что картина его рассказов будет все время меняться. Это значит, что меняется наше сознание. Это значит, что оно иллюзорно. Это значит, что она выстраивает фикции. Это значит, что оно неподлинно. Как неподлинно, все материальное и все сущее. Потому что единственное подлинное, что есть, это пустота, которая наполняет и тебя, и формы окружающего мира. Валдадамье Смит пишет ей это письмо, и получает вот холодный ответ, и решает ее спасти. Ну, поехать, спасти. И он не знает, как она выглядит. Ну, наверное, молодая и красивая. Ну, наверное, а какая же? Не однолукая же, не одноногая, не с усами. Ну, наверное, красивая. А может быть, не очень красивая, но он это переживет. Ведь он такой духовный. То есть, вот мы можем дорисовать. А дальше происходит очень интересная сцена. Он идет по улице и застывает возле ортопедической мастерской. Вот это ортопедия, представляете, что это за направление в медицине, которое вы правы... Ну, ортопедия, на самом деле, наше образование, которое вы получаете. То есть, вы не получаете ортопедического образования. Скажем, ну, в другом-другом месте образование является ортопедией. То есть, выпрямление нашего роста. А то ведь забалуемся, попади на баррикады полезен. Для этого и нужны университеты. Вот, то есть, ортопедия такая, правильный рост. Да, видали всякие вот эти самые деревья, к которым палочки привязывают, чтобы правильно росли? Ну, вот это вот система образования. Вот, он идет и видит ортопедическую мастерскую со всеми этими протезами. И вдруг он видит солнце яркое, и к нему приходит вот это озарение. Он переживает то, что дзен-буддиста называют сатори. Ну, это не совсем так. Дело в том, что... То есть, переживает вот это откровение. Что-то произошло. Он почувствовал мир единым. Он почувствовал пустоту, таящуюся в мире. На секунду, на минуту. Но, тут есть разница. Все дело в том, что к саторе нужно готовиться. Изматывать свое тело медитациями. Он не может быть случайным откровением. К саторе человек идет сознательно, долго. Это очень тяжелый и сложный путь. Это дается ему молниеносно, в откровении. Но вот это... Но вот после того, как он видит это солнце, вот в этой витрине ортопедической, он понимает, что такое ортопедия. И он отказывается от желания ехать и исправлять жизнь этой монахини Ирма. Почему? И вот на этом заканчивается довольно грустный этот рассказ. Я увлекся самым красивым, ну, самым таким занятным, что может быть, вот этими американскими девушками полуголыми в бикини, которых он разглядывает на пляже. Такая абсолютная отрешенность, абсолютная пустота и, в общем, правильная этическая позиция. По большому счету, это гораздо правильнее, чем ехать, исправлять и что-то помогать в этой жизни. То есть, что нам здесь хочет сказать Сэнджер? Это все, что вы сами подумайте, что он хочет нам здесь сказать. Но, судя по той логике, в которой выстроены его тексты, скорее всего, он понимает, что мы накладываем на мир... То есть, вот что ему открывается в этом озарении? Что мир является иным по отношению к нему. И понять другой мир и вообще другие формы жизни можно только осознав их как иные, не связанные с собой. И вот это очень сложно, это невозможно. Потому что мы набрасываем на мир сетку наших представлений. Что мы хотим исправить мир. Ну, кто-то, конечно, не хочет, но все равно. А у него романтический папс, он же фрейдистский невротик. Ему нужно исправить, ему нужно этот мир перестроить так, чтобы мир работал правильно. Да, вот монахине Ирме запретили рисовать. Он поедет и разрешит ее рисовать. Спасет ее. Она не будет монахиней, не будет там прозябать в своем дурацком монастыре. То есть вот эта вот идея ортопедии. Исправление мира, набрасывание на мир собственной схемы. Он понимает, что его собственные вот эти вот мысли и ощущения имеют отношение только к нему. Больше ни к кому. Никак не связан с миром. То есть он как бы на секунду выскальзывает из своего собственного сознания. И поэтому он отказывается от вот этой идеи ехать и исправлять мир. Ехать и исправлять вот эту частную жизнь. Она иная, она другая. То есть он познает вот эту суть вещей на секундочку. Но результат-то какой? Хорошо, он не поехал и не исправил. И что? Во что он превратился? Он превратился в человека, в таких миллион, сидит и разглядывает в уголых девиц. На пляже где-нибудь во Флориде. Созерцает. Отрешенно на них смотрит. А может быть это более правильная нравственная позиция. Вот. Все очень двусмысленное Львовским. И сборник завершается рассказом Тедди. Это довольно интересно, потому что Тедди на первый взгляд, да, вот это маленький мудрец, который говорит нам то, что я вам говорю. Он говорит о пустоте, говорит нам о том, что мы испорчены. Ну понятно, чем мы испорчены. Мы испорчены рассудком, схемами рассудка, которыми мы живем. Мы съели вот это яблоко познания. И нужно, чтобы, нужно так воспитать человечество, говорит нам Тедди, чтобы человечество стошнило вот этим яблоком. Чтобы человечество отказалось от эмоций и от рассудочных схем. Ну да, программа Дзен высказывает нам Тедди. Довольно ясно и убедительно. Тедди рассказывает о своих родителях, которых он не любит. Он отрешается от этих чувств, он не понимает этого. О сестре он беседует с журналистом. Да, потом Тедди, вот происходит вот эта финальная сцена, в которой Тедди, может быть, гибнет, может быть, нет. Да, Тедди говорит, Тедди пророк, он все знает. Он знает, вспомнит все свои воплощения и знает свои будущие воплощения. Тедди маленький мудрец. И вот Тедди говорит, я, наверное, погибну, я сейчас спущусь вниз, а меня сестра толкнет в спину, а там не будет воды, и я разобьюсь. Так я погибну. Дальше он спускается, ну, этот самый, конечно, журналист, скептический на это смотр, и вот он спускается, и он действительно, и оттуда слышен крик, да, то есть, возможно, он погиб, действительно, в бассейне не успели налить воду. Но, во-первых, погиб ли Тедди, да, мы не знаем. Мы услышали крик, так могла кричать только маленькая девочка. Может, Тедди погиб, а не закричал, потому что, во-первых, голоса там у мальчиков, у девочек одинаковые, мало ли кто там закричал. Может, Тедди закричал, потому что он в башку разлит. А может быть, закричала сестра, потому что она поняла, что Тедди погиб. А может быть, Тедди увернулся, и сестра разбилась. Короче, гадайте. Тут панорамы нет, вот это очень важный момент. Есть только частное, а общего нет. Мы не знаем, что произошло. Вот, на первый взгляд, это ключ ко всем рассказам Селлинджера. Но это только на первый взгляд. На самом деле, Тедди выглядит здесь, если бы мы не прочитали повесть Зои, то, возможно, у нас бы и возникло ощущение, как многие пишут исследователи этого рассказа, что Тедди рассказывает нам то, что мы должны знать, в принципе. На первый взгляд это так. Но мы прочитали повезу, и мы уже знаем, что это все такое. И мы начинаем... То есть, на самом деле, этот рассказ тоже можно по-разному прочесть. Я все-таки предполагаю, что Тедди напоминает такого современного буддистского нациста. То есть, он абсолютно использует вот эти дзен-буддистские приемы, как навязывающие человечеству очередную рациональную программу. И буддизм становится таким репрессирующим механизмом. Ничуть не менее страшным, чем эмоции. Эмоции. Это же не наши эмоции, которые нас переполняют. Ненависть, любовь. Это же ахинея. Это еще Ницше писал. Это не является человеческими эмоциями. А что является человеческими эмоциями? Вы не знаете. Никто не знает. Вот, на всяком случае, субъективное я – это поверхностное я. И буддизм является точно такой же формой, точно таким же проектом, точно такой же моделью, конструирующей субъективное, поверхностное я. Вот, очень здесь все двойственно в этом рассказе. Очень многоосмысленный рассказ. Кто-то действительно может воспринять Тедди как фигуру, раскрывающую смысл этих рассказов. Я когда писал свою первую статью про Селлинджера, я так и подумал. Мне ничего другого не могло в голову-то прийти. А потом я сообразил, что Тедди – это просто урод настоящий. И вспомнил повесть Зуи, которая мне многое объяснила. Вот, на мой вкус, проект, который предлагает Тедди – это крайне опасный проект. Это проект, который заставляет нас в еще большей степени отчуждаться друг от друга. Не любить наших родителей, наших близких. Вообще ничего не делать. Тедди ничего не делает. Это проект восточного человека. Это не западный проект. И повести о гласах. Вот о них я немножко поговорю. Я поговорю о трех повестях. Это повесть, которая называется «Фрэнни, Зуи и…» Не выше строкила плотники, он сначала написал, потом написал «Фрэнни и Зуи». Он их издал потом отдельно. Сначала издал «Фрэнни и Зуи». 1961 год «Фрэнни и Зуи» попадают сразу же в список бестселлеров и занимают первое место. Это настоящий успех. И это гораздо более успешно, чем его роман «Над пропастью ворожи», который никогда первое место в этом хит-параде не занимал. «Над пропастью ворожи» максимум поднимался до третьей позиции. И то там… Это было один раз всего месяц. А это поиски сразу же заняли первое место и все читали. Это действительно было очень созвучно тому, что чувствовала американская молодежь. 60-е годы. И все было очень двойственно. Действительно, Селлинджер здесь по-настоящему раскрылся, как писать. Он рассказывает абсолютно фантастические, но и повести замечательные. Повесть выше стропила плотники. Бадди Глаз рассказывает о себе. Мы уже знаем, что Симмер Глаз, его брат, погиб во Флориде из рассказа «Хорошо ловится рыбка-бананка». А это повесть о свадьбе Симмера Глаза. Что забавно в этих повестях? Прежде всего то, что Селлинджер здесь, во-первых, реализует программу, к которой он отказывался. А именно программу психологической прозы. Вот эта проза напоминает нам психологическую прозу. Вот это очень важно уже. До этого же Селлинджер никакой психологии нам не показывал. То есть Селлинджер нам переводил психологию жеста в поступки. Но не было ничего. Мальчик нервно заходил. Или что-то говорит. А уже читатель вкладывает в это какую-то психологическую составляющую. То есть психология отрицалась Селлинджером. Потому что и она не могла не отрицаться. Не быть как бы перечеркнутой. Естественно, естественно. Вот психология отрицалась Селлинджером, потому что она неподлинная. Ее нельзя изображать. Нужно изобрать только поступки. Здесь он описывает психологию. Он рассказывает нам о том, как он... Ну да, он демобилизуется. Он, вернее, отпрашивается с отпуска. И там забавные всякие параллели. Вот если вы внимательно почитаете все рассказы Селлинджера, вы поймете, что это такой целостный мир. Потому что он говорит, моим начальником был лейтенант, который любил Мэнинга Вайса. Или какого-то еще. Я тоже его полюбил, этого Мэнинга Вайса. И мне дали отсрочку. И мы понимаем, что этот человек является таким персонажем, разросказом лапарастя пылью. Мужем вот этой Элоизы. Вот. Вот так. Вот все как-то забавно срослось у Селлинджера. Бадди невротик. Настоящий. То есть мир в него... То есть вот это психологически он все рассказывает. Вот дальше вы посмотрите этот поезд очень внимательно. Все предметы враждебные. Жуткая духота в поезде. Он облеплен пластырем, пластырь щиплет, да, чешется. Если он идет, то ударяется обо что-то. Чудовищная жара в Нью-Йорке. Двери не закрываются или норовят прищемить. Все предметы враждебных Бадди глаз. Он все ненавидит. И все вызывает у него невроз. Да, вот какая-то дама там говорит плохо о его брате, о Симоре. И он хочет ей возразить. И вот переполняют вот эти эмоции, которые он ненавидит в себе. Вот это невроз, да. А что, собственно, это бояться какой-то четки, да. Но он говорит, губы тряслись, как два дурака. У него тряслись руки. И он что-то пытается ей сказать, да. А он в нервозном состоянии. Да, вот так травмирует вот вся эта ситуация. Что она говорит о брате. И он задыхается от волнения, когда с ней разговаривает. Он ненавидит в себе вот эти эмоции. Это все подробно, психологически, довольно убедительно расписано. Еще есть один важный момент. У Селлинджера, который есть в повестях. И который можно потом найти еще и в рассказах. Что у Селлинджера, допустим, вот намечается какое-то событие. В повести, главное. И оно должно быть центральным. Сюжетообразующим. И его не происходит. Вот это поразительно. Есть подготовка к нему, но самого события обязательно нет. Обратите на это внимание. Это тоже очень важно. Для понимания вот этой нематериальности. Неосуществленности мира. Вот здесь это событие свадьбы Симора Гласса. Она не состоялась. Бадзи Гласс приехал на нее. Ради этого он взял отпуск. И он туда не попадает. Он туда не приходит. И свадьбы не будет. То есть она будет, но жених с невестой тайно уехали. Вот в рассказе Фрэнни. Куда они едут? Собственно, они куда приехали? Они на футбол приехали. Посмотрите, как играет их сборная. В Ньюхейвен приехала Фрэнни. Они не попадают на футбол. То же самое же будет во всех рассказах. Событие не состоялось. Вот оно должно было состояться, а оно не состоялось. Оно не стало сюжета образующим фактором. Вот довольно любопытный прием. Посмотрите на него с разных точек зрения. То есть недовоплощение реальности. Не фокусирование ее в чем-то материальном. Не воплощение в чем-то материальном. Но рассказ нам, во-первых, повесть Вышестропила Плотники нам многое объясняет. Она объясняет, прежде всего, почему застрелился Симмер Глаз. Из-за того, из-за чего Бадди так плохо. Потому что мир в него входит. Он понимает, что это неподлинное, что это не его. И он ненавидит за это мир. Но мир еще больше из-за этого в него входит. То есть он пытается добиться отрешенности, от реальности. Чувствует, что это нельзя. Нужно собственное я формировать. Нужно чувствовать собственное я. А невозможно. Потому что на тебе взгляды, улыбки, дактилоскопия. Дактилоскопия на твоем теле других людей. Тебя захватали. Тебя самого уже нет. И это вызывает в тебе невроз. Ненависть. И от этого мир еще больше тебя держит. Из-за этого погиб Симмер Глаз. Он написал подробный дневник. Почему Симмер Глаз бросил камнем в девочку? Девочка потом стала звездой. Звездой экрана Тиеви. Она стала звездой, но у нее паралич нескольких мышц. Потому что Симмер Глаз бросил в нее камень. Какой мерзавец был Симмер Глаз, говорит женщина. Он бросил камнем в маленькую девочку. Он был уже тогда мерзавцем и подонком, говорит она Бадди. А Бадди говорит, а вы знаете, почему он бросил в нее камень? Говорит Бадди. А потому что она выглядела слишком красивой. Почему Симмер бросил камень в маленькую девочку? Она сидела и играла. Симмер Глаз ее очень любил. И он взял камень большой и бросил ей в лицо. Это аскетический жест. То есть она ему очень понравилась. Она была очень красивой. Его материальный мир привлек. И он понял, что с этим нельзя жить. Это чужое, это неподлинное. Это нужно уничтожить. Это аскетический жест. Жест неприятия материального. От внешнего мира. Мира сущего. Почему Симмер Глаз отказывается от свадьбы? Он говорит своей жене. Я не могу на тебе жениться. Почему? Мы же любим друг друга. Потому что я слишком счастлив. Отвечает Симмер Глаз. Это неподлинное чувство. Не настоящее. Это удовольствие от материального мира. От внешнего мира, которым быть не должно. У него все отлично. У него богатая жена. Все нормально. Он не хочет этого. Потому что это не его. Это мир, который в него заходит извне. Он чувствует, как он захвачен. И мы знаем, что произойдет через неделю. Из рассказа «Хорошо ловится рыбка-бананка». Да, они поженились, но он застрелился. Они уехали во Флориду тут же. И он застрелился во Флориде. Вот с Бадди происходит то же самое. Есть там довольно забавный персонаж в этом рассказе. Потому что Бадди пытается все это понять. И он это все говорит. Он нам не говорит прямо вот этих дзен-буддийских истин, но все к этому уйдет. Да, мир, да, он враждебный, да, он отвратительный. Даже если он красивый, то он все равно омерзительный, потому что он к себе не имеет отношения. И в него нужно бросить камни. И в рассказе, то есть в повести, есть очень интересный эпизод. Там появляется такой немой человек с сигарой и в цилиндре. И Бадди говорит, вот позиция. Да, вот эта позиция полной отрешенности от жизни. Ты отрешен. Тебе скажут, пора умирать. Встанешь, докуришь сигару, потушишь и пойдешь умирать. Ты вот так сидишь, что бы ни происходило. Вокруг тебя конфликты, скандалы, океан страстей. Ты отрешен. В этом рассказе, в этой повести сталкиваются разные позиции. Там моральные позиции. Позиция вот этой дамы, которая осуждает Симора. Да, осуждает с точки зрения разума. Позиция Симора, вот этого аскета, да, стремящегося к своему я, к сущности жизни, к пустоте. И позиция вот этого отрешенного, позиция невротика, да, бадди-гласса. Вот эти три разные позиции, они сталкиваются. И вот тут, с одной стороны, конечно, бадди-гласс вроде бы прав. И вроде бы это должно быть позиции. Но это все не так просто. Все не так просто. Все три позиции являются, по большому счету, явно ущербными. Но это нам нужно понять. Пока что мы читаем эту повесть, и мы можем выбрать эту позицию. Но, естественно, большинству людей симпатична позиция Симора-гласса. Естественно. Вот. Только вот маленький нюанс. Он все-таки бросил камнем в девочку, и у девочки был потом паралич. Какой-то странный такой аскет, какое-то странное поведение. Ну, ничего страшного, зато же он все-таки духовный человек, почти воплощение Будды. Может себе, в принципе, позволить. Вот следующие две повести являются диалогом с предыдущей. Повесть Фрэнния. Фрэнния заражена тем же негрозом, что и бадди-гласс, что и Симор. Повторение одного и того же конфликта. Того же самого конфликта. Вот это чисто молодежный текст. То есть, текст о молодежи, об университетской молодежи. Лейн учится в Ейле, самый престижный университет Соединенных Штатов Америки. К нему приезжает Фрэнни. Фрэнни молодая начинающая актриса. В этом рассказе, как бы тоже психологический рассказ, психологическая повесть, там как бы развертывается психологическое сознание и Лейна, и Фрэнни. И у Фрэнни вот этот невроз. Да, вот вещи враждебные. Вот она видит сэндвичи, ее тошнит от этого. Он говорит, давай закажем там осьминогов, улиток, что там можно в Ейле. Он сидит в самом модном месте. Да, это самое. У него самая красивая девушка. У него все отлично. Они сидят в нужном месте. Они сидят в нужные вещи. Все, что нужно, происходит. И они поедут на футбольный матч. То есть, все просто идеально. И Лейн сидит и не понимает, что происходит с Фрэнни. Она ему говорит гадости. То есть, вроде бы, она на самом деле проповедует дзен. Да, она говорит, вот это я ей надоело. Субъективное я. Профессора вот этих уродов, литературы, которые все знают, всегда все знают. Ей не нравятся актеры, которые тоже выражают свою собственную личность. Ей все не нравится. Ей уже и Лейна раздражает, хотя она его безумно любит. Вот, Лейн обычный. Он не задается вопросами экзистенции и бытия. Она вот говорит, что хочет слиться с вот этим потоком, изначальным потоком жизни. Читает молитву. Берет русскую книжку «Путь странника». Читает. Вот ей удается почувствовать эту пустоту, тающуюся в мире. Удается почувствовать себя частью мира. Вот она уходит от Лейна, то есть оставляет его ненадолго, уходит, запирается в сортире и где-то над унитазом произносит эту мальку. Смешно, да, немножко так. Вот она запирает аккуратно кабинку. И вот этот невроз Фрейни, да, это красивая девушка, абсолютно бледная, абсолютно изломанная всем этим неврозом. Вот это ненависть к миру. Вот на этом заканчивается рассказ, она падает в обморок и приходит всегда уже в гостиницу. В футбольный матч они не появятся. Последний рассказ является рассказ Зуи, который нам все объясняет. Объясняет творчество Селендера, чтобы вернуть его к самому началу. К рассказу хорошо ловится рыбка-бананка. Во-первых, этот рассказ довольно любопытный. Здесь Селендер рассказывает о том, как он пишет эти рассказы. Мы вдруг выясняем, что повествователем является Бадди Глаз. И Бадди Глаз говорит, что да, это мои братья. И Фрейни, и Зуи, и Симор. Вот я им всем показал написанные тексты. И они сказали, что все эти тексты, которые он написал, не соответствуют действительности. И Бадди задумывается, а может это мои какие-то внутренние проблемы? И Митя с ним читатель задумывается. Да это же все невроз Бадди Глаза. И люди были не такие. Фрейни была не такой. Она же написала, что она не такая. И все они не такие. Ну да, Симор застрелился. А чего он там застрелился, неизвестно. Это проект Бадди Глаза. Это то, что придумал Бадди Глаз. А Бадди Глаз невротик. Бадди Глаз преподает в каком-то колледже. Бадди Глаз отрешен от людей. Бадди Глаз аскет. Это все его проекции. То есть, на самом деле, вот эти рассказы являются действительно письмом. Литературой. Обмана. Фикцией. Где Бадди Глаз реализует свои какие-то невротические проблемы. Это тоже довольно забавно. Забавный ход. Повесть Фрейни. Повесть Зуи. Зуи актер, как и Фрейни. И Зуи беседует с Фрейни и объясняет ей, как нужно жить. Потому что он не хочет ей объяснять, но понимает, что просто иначе нельзя. И Зуи произносит приговор всей той буддийской идеологии, о которой мы говорили. Выясняется, что буддизм не панацея. Он начинает с Фрейни беседовать. Она говорит, вот ты ищешь свое подлинное я. Ты ищешь пустоту. Ты ищешь какого-то смысла жизни. А откуда ты знаешь, что есть смысл жизни? А откуда ты знаешь, что является подлинным я? А что является неподлинным я? Ты посмотри, во что нас превратил Симор и Батя. Они нас воспитывали. Они же два ублюдка настоящих. Просто урода. И нас они превратили в таких же ублюдков. И тут начинаем понимать, что человек, который бросил камнем в девочку, это один непозитивный персонаж. Это один непозитивный проект. Это какой-то жуткий аскетизм. И эта ошибка, это заблуждение, это еще одна ошибка критического разума. Кретинического разума. Кретинского разума. Мы не знаем, что есть пустота и как ее достичь. Потому что мир иной, он не связан с человеком. У тебя нет таких практик духовных, окончательных, которые позволят тебе понять, что такое действительность. Почему, говорит Зуи, проект, который нам предлагает Симор, глаз и Бадди, глаз правильный? Откуда ты это взяла? Откуда ты взяла, что надо вести себя так, а не это? И он ей говорит, что мир иной. Мир является иным по отношению к тебе. Если мир материальный создан, то он создан зачем-то. Вот. И на этом заканчивается повесть о глазах, и на этом заканчивается повесть Селлинджера. Селлинджер говорит нам о... Селлинджер утверждает западный идеал. Это идеал действия. Противопоставленный, восточный и очень опасный созерцательности. То есть разорвать свое собственное я можно только действием, только поступком. Поэтому его любимые персонажи это актеры. И Зуи, и Фрэнни актеры. Вот это постоянная смена масок, потому что я является неподлинным. Но вот это вот, как бы, возможность предложить себя людям, да, сыграть иного. И вот этот... Осуществить этот жест, отречение от собственного я, это очень важный момент, но тут недостаточно, да. Нужно, чтобы это все-таки было реализовано, и люди это почувствовали. Вот это жест, поступок, создание чего-то. То есть это чисто западный проект, чисто западный идеал, который утверждает здесь, пытается утверждать здесь Зуи. Но все очень размыто, все очень распыльчато. И понятно, почему здесь нужен психологизм в этих повестях. Потому что Севинджер возвращает нас к вот тому, что ему казалось неподлинным, к тому, что ему казалось поверхностным. Не так уж это и поверхностно, как ему казалось раньше, или как он это изображал раньше. психология человека, человеческие эмоции. Нет, конечно, может быть здорово бросать камнями в девочек маленьких, особенно с ним 7 лет. Может кто-то от этого получает удовольствие, да, кто-то не получил удовольствие от этого. Но мы это все-таки не очень правильно. Мы это начинаем осознавать в какой-то момент. Симор замечательный. Только вот тут есть какой-то нюанс. Не тот. Что-то это не тот. Вот. Так нельзя. Мягко говоря. Вот. И никакие объяснения не помогают. Ничего не помогает. А это логично. Логично осуществлять проекты. Потому что проекты, они не нуждаются особо в людях. С какой стати? Вот. Это очень важный момент, потому что зонбудизм может быть тоже проектом. Например, можно создать такую страну, в которой запретили людям улыбаться. А почему бы и нет? А вообще-то проявлять какие-то эмоции. Вот Пол Потт, когда создавал коммунистическую Кампучию, там было запрещено улыбаться и проявлять эмоции. А тех, кто улыбался, их взрывали в землю и убивали мотыгами. Просто вообще улыбнулся, и его сразу на месте и убивали. Вот. Забивали мотыгами, потому что пистолетов не было, страна была нищая, сельскохозяйственная. Тоже проект. Проект как бы отрешенности. То есть к чему стремился Пол Потт? Именно потому, чтобы люди чувствовали вот эту вовлеченность, вот в этот единый какой-то ритм, вот этот поток жизни, пустоту. Создал такой качественный проект. Улыбнулся, это все уже не то. Ты уже вышел из этого потока отрешенности и пустоты. Ты уже в своем субъективном я. Значит, тебя нужно убить. А как? Ну, держи тебя, скажем, отправиться куда-нибудь в Америку. Потому что там начнешь борьбу против революционной страны. А проект-то они будут не очень нуждаться, на самом деле. Вот. Меня всегда поражало, когда я читал вот эти отклики о нойе свидетельства о том, что происходило в Кампучии, и читал статьи Пол Потта, насколько это все умно и талантливо, и совпадает с тем, что я думаю о мире, но только почему так все ужасно получилось, я не понимаю. Я просто... И вдруг я понимаю, что иначе-то невозможно. То есть людей же действительно нужно отстреливать. Просто иначе просто невозможно. Как? Субъективное я не позволяет людям жить справедливо, но люди такие, так они устроены. У нас просто нет на это времени. Если мы будем субъективными, если мы будем жить, исходя из своих личных интересов, эгоистических, то мы построим этот жестокий, жуткий мир. А нужно, чтобы мир был справедливый. А чтобы он был справедливый, нужно уничтожить и убить человека. Потому что он никогда не будет нормальным. Вот. Или будет роботом. То есть вот как бы два таких варианта. Вот. Буддизм является особым таким сложным и может использоваться как такой тоталитарный, как такая особая тоталитарная модель. И вот это в Симоре, это присутствует. Да? Такой суровый аскетизм. А преодолением его является действие. Потому что действие – это именно то, что развивает субъективность. Вот это то, что не дает западному миру загнуться. Умереть. Это действие. Это продукт своей, твоей собственной деятельности. реальный продукт. И лицедейство отчасти является тоже некой панацеей. Я не буду долго, мне не очень интересно рассказывать о романе «Над пропастью варжи». Просто не особо интересно, но я расскажу. Просто все как бы очевидно. То, что пишут об этом романе, то, что я читал, меня это особо не устраивало никогда. Ну, пишут традиционные вещи, что вот как бы подросток, Холден Коттл, аутсайдер, не любят вот эту репрессивную систему, и что таких подростков в Америке было пруд пруде. Ну, тут есть масса резонов, чтобы на это все возразить. Роман действительно был популярен. Но вот возникает другой вопрос. Есть таких подростков, аутсайдеров, людей, которые были не согласны с системой, людей, которые выступали против системы, было много. Почему? Тогда Сэлендер получал сотни тысяч писем и его секретарь, и его агент от людей самых разных. От людей очень успешных. От людей, которые состоялись, которые писали, Холден Котт, это я. Состоятельность пишет какой-нибудь дешевтер. Это я, Холден Коттл. Или ему пишет какой-нибудь, понятно ему пишет какой-нибудь укуренный битник, Холден Коттл это я. Это и я. Ну, если ему пишет бизнесмен, если ему пишет домохозяйка, что Холден Коттл это я, и вот я так и живу, я домохозяйка, и Холден Коттл это я. Почему? А ты тут при чем тут говорится? Это же я. Домохозяйка говорит, ты тут вообще не про дела. Это я, Холден Коттл. Вот я вот так мыслю и живу так. Вот вопрос очень важный. Ну, прежде всего, Холден Коттл это состояние неопределенности и становления. Вот если внимательно подумать, то Холден Кофилд всегда выступает против того, что мнит себя окончательно. Вот это очень важно. Он не против конкретной системы. Он против проектов. Он против структуры и предписаний. То есть он против рациональных проектов. Против системы. Против любой определенности. Школа ему диктует правила. Он их не выполняет. Мы выясняем, почему он их не выполняет. Он говорит, напиши сочинение. Он начинает писать про перчатку своего брата. Нет, правильно в принципе. Все правильно. Но он пишет о том, что ему интересно, что ему важно, но уже уходит от темы. То есть он не выполняет изначального проекта. То есть, когда тебе дают задание, то в принципе те, кто дают тебе задание, значит, что ты сделаешь. А представьте, тебе дали задание, ты его начал делать, но по ходу дела проект поменял свою логику. И в итоге тебе сказали сделай допустим детскую коляску, а ты сделал часы роликса в итоге. То есть ты делал, у тебя там логика так этого проекта повернулась, что ты, потому что ты же становление, становление, оно не идет по логике, да? Не идет по пути. Оно уйдет куда-то в сторону, куда ему скажет логика жизни. Вот Холден Кофилт именно такое. Именно в этом проблема. В том, что система задает структуру, определенность, окончательно. И Холден Кофилт является неопределенностью. В конце романа он говорит, меня спросили, что я по поводу этого всего думаю. И Холден Кофилт гнявич, а я не знаю, что это думать. Есть ли в этом какой-то смысл во всем, что с тобой произошло? А я не знаю, говорит Холден Кофилт. Я не понимаю, какой можно вывод сделать из того, что я вам написал и о чем я вам наговорил. И вот Холден Кофилт всегда сталкивается с вот этими ситуациями определенности. Вот что-то определенное возникает, структурное и не меняющееся. И против этого сразу же выстает Холден Кофилт. Точно сразу же после этого. Против этого. Придается Кофилт загнать в тиски определенности, разумности. И Кофилт от этого как бы отказывается. Он сам бежит от однозначности своих собственных суждений. Вот это мучает Дзен. Дзен говорит, избегайте противоречий, избегайте рациональных оппозиций, избегайте суждений о жизни. Вот Холден Кофилт приходит к своему учителю. Учитель, ну там он засыпает, чуть нему стерет, он засыпает, просыпается от того, что кто-то в комнате. Смотрит, учитель сидит у него, как так сально сможет. Нет, по голове. Где он сидит? По голове. по голове. И Холден скорее всего думает, господи, я так думал, что он паряжный человек, а он просто педофил, извращенец, он там натягивает на себя в попыхах штаны, там прощается быстро, только к дне поздно останься, то чего там и так далее. Да он просто извращенец. И всюду, извращенцы, повсюду извращенцы. Вот у него все время он будет встречать всех извращенцев. Почему всюду вот эти эмоции неправильные? Почему извращенцы? Потому что именно эмоции плохие. Все эмоции, они являются эмоциями извращенцев. По большому счету. Доведите любую эмоцию до какой-то логики, вот тебе и уже извращенец. И он пугается этого всего, а потом он выходит и думает, а может ли ошибся? Может все-таки все было не так? Может все-таки это просто он добрый такой? И действительно, мы не знаем. Вот нет у нас определенной версии того. Вот почему он? Может он извращенец, а может и нет? Может просто пожалел Холдена, что скорее всего? А может быть и нет, а может извращенец. То есть вот эта вот ситуация неопределенности, ее Северн же все время прокатывает. Ситуацию закрытия окончательного смысла. Понимаете? В каждом из эпизодов этого романа он обязательно будет закрывать этот смысл. Там стрэдлейтер уходит на встречу с этой девушкой. Он что-то думает по поводу девушки. Так это не так. Мы не можем верифицировать. Только достроить можно. И вот Холден воплощает вот эту неопределенность. Он всегда будет в состоянии неопределенности дизайнерской. Перепутья. Аутсайдерство. Невовлеченности в структуру. Неопределенности. Поэтому он так всем нравится. Сейчас я не думаю, что кому-то нравится какой-то там 15-летний ребенок. Я не думаю, что вам это особо интересно было читать. Но, скажем, мое поколение, особенно поколение моих родителей этим просто зачитывалось. Они себя вчитывали в Холдена Хольфилда. Себя вчитывали. Себя там узнавали. Еще они там себя узнавали. Да потому что Холден Хольфилд был неопределенный. Потому что они проецировали свои собственные идеи на вот этого персонажа. Все время была проекта. Холден Хольфилд говорит вот об этом бегстве от мира. Бегстве от внешнего мира. Понимаете, нужно найти место, он говорит, вот куда бы ты ни пошел, куда залезет какой-нибудь ублюдок и запишет фактов. И на самом деле в своем собственном сознании это поиск собственного сознания. Потому что возможно у тебя в своем собственном я нету территории, где кто-то чужой бы не написал фактов. Обязательно кто-то туда залезет, к тебе свое я, и там напишет. А вот та территория, где этого нет, это является ядро твоей личности. там никто не может написать, что это уже твое. А везде он может написать. Но если ты везде встречаешь эту надпись, это говорит о том, что ты не живешь в своем собственном я. А мы ее везде встречаем, разумеется, в своем собственном сознании. И на стенах, и везде. Вот он поэтому и говорит об аутсайдерстве. Это как бы уход от субъективного к самом себе. Уход от внешнего мира. Да, правильно, от внешнего мира. Но еще и от собственных эмоций человеческих. Вот об этом Холден нам говорит. Чистый невроз. Это более ранняя, на самом деле, вещь. Хотя она была опубликована после... И о ней надо было раньше рассказывать, но просто так срослось. Что интересного в этом романе? Ну да, вот ситуация неопределенности, вот это в каждом рассказе. Посмотрите, какими он методами пользуется. Еще очень важный момент, что если вы почитаете этот роман, вы убедитесь, что это не роман, по большому счету. А это набор рассказов. Вот выделите один кусок. Получится рассказ, связанный, завершенный. Это фрагментарность. Чисто американская по духу, о которой я вам тысячу раз говорил. То есть, американец, вот когда пишет прозу, вот об этом говорил французский философ Жиль де Лес. У него есть такая статья, называется «О преимуществе англо-американской литературы». И де Лес вообще не любил очень, ну не, он любил свою собственную литературу, но говорил, что на самом деле самая лучшая литература это англоязычная, особенно американская. Это во многом правда, потому что американская литература настоящая литература. Она отражает именно дух Америки, она как бы против того, что мы видим в Америке. Америка есть разница, настоящая Америка и настоящая. Вот, и мы, Америка много. И это литература, которая нам предоставляет фрагменты, вот то, что создал Уитман. Почему русский читатель не может понять Уитмана? Это скучно читать Уитмана. На самом деле Уитман гениальный поэт, он будет самым гениальным существующим. То есть, на самом деле, все европейские литературы, они дают нам форму. И все европейские тексты, они закладывают форму. Они дают нам фрагменты и соединяют эти фрагменты идеи, концепции, формы. Американская литература бесструктурна. То есть, если себе представить некое воспринимающее сознание, то вот эти фрагменты, они не соединены. И возможность соединить фрагменты предоставляется читателю, зрителю. Возможность соединить на собственный лад. Его приглашают к сотворчеству, к соавторству. Всего очень уважают. Уважают личность. Тебе не предлагают окончательный вариант. Тебе никто не учит. Тебе предлагают набор вещей, набор фрагментов, набор ситуаций. Это очень здорово. И так, так работал и Мелвилл, так работал и Готтерн, так работали все великие американские писатели. И то же самое делает Селлинджер. То есть, это фрагментированное. Так же точно и химинговые работают. Все они работают именно таким способом. Фрагментации реальности. Все лучшее американское кино страшно фрагментированное. То есть, тебе не предлагают окончательных решений. Почему там мало психологии, там много действия, там много материального, точнее, антиматериального. Нам предоставляются фрагменты действительности. Нам предоставляется набор предметов, а соединить ты должен их сам. Вот это очень важно, да, вся такая проза. Вот так она строится. Вот. Вот поэтому роман представляет собой такой вот действительно фрагментированную структуру. Почитайте этот роман, если вы еще не прочитали. Полезно. Вот. Посмотрите, что там, о чем, как там говорит Холден Кофилл по субъективным я. То есть, вот об этом, например, джазовом музыканте, который очень хорошо играет, но это все на публику, да. Он не выражает своего, свою внутреннюю суть. Он выражает свое поверхностное я, субъективное. Он его преподносит. Вот эти субъективные эмоции, неподлинные. Вот. Я, я, я. И он употребляет одно очень важное слово. Фауни. То есть, вот эта фикция, пошлость, это то, что рождено субъективным я. Поверхностное, неподлинное. Да, вот это все время фауни. Еще важный момент, что в этом романе очень много молодежного языка. Много сленга, можно, много всяких словечек. Почему Селенджер так любил молодежный язык? Ну, во-первых, в этом романе очень много этого. Да, Холдин все время говорит на сленге, ведь он же ведет повествование, он как раз говорит на сленге, все время говорит and all this, да, и все такое, короче. да, вот он все время будет говорить неопределенные слова, какие-то фразы, вот эти вот слова смещенного значения. То же самое есть, например, в рассказе, тоже они на сленге разговаривают, ну, стилизованный, конечно, сказовый такой язык, да, такой молодежный сказ, если так грубо говорить, но это вот то, это рассказ, который называется перед самой войной с эскимосами, они на этом языке говорят, то есть там часто язык просто представляет такое фатическое пространство, то есть поддерживающий коммуникацию, вот как Дороти Паркер это делала, там, например, целый текст просто для поддержания коммуникации, ну, че, да, ничего, ну, а вообще, да, так, все нормально, значит, все, значит, все, ну, тогда, тогда что, тогда все, ну, вот как вот у Венедикта Ирофеева, ну, вот ты попался, как попался, да так и попался, вот помните, вот это у него все время, да, вот это повторение, ну, вот ты попался, так сказали они, то есть как попался, да так и попался, то есть там все время повторение, а что, да ничего, а ты выпил, выпил, и как, а никак, вот, вот эта фатическая функция языка довольно забавная, но суть даже не в этом, суть в том, что Селинджер как раз пытается преодолеть вот эту рациональность языка, преодолеть окончательность языка, преодолеть ситуацию, в которой язык является слугой разума, слово является слугой разума, вот он как раз хочет, почему он именно использует вот эти молодежный сленг, который уничтожает значение, я пошел, я купил вот это, и все такое, говорит он, почему реплики всегда заканчиваются многоточиями у Селинджера, посмотрите на, что не договорено, ничего, вот это очень важный аспект и момент, связанный с преодолением языка, момент, который нам говорит о том, что слово не является формой коммуникации, оно не является способом коммуникации, то есть на самом деле мы все ругаем там молодежь и пожилые люди за вот этот сленг, на котором молодежь разговаривает, короче, ну вот эти дебильные эти слова, то есть кажется, что дебилы разговаривают как бы друг с другом, но на самом деле это не так, на самом деле ну конечно все, любой человек считает, что естественно молодежь дебильна, значит нет, там 40-летнего, вот тут глупые люди собрались, а он-то знает, что у него он владеет хорошо русской речью и языком, он может адекватно выражать свои мысли, не пользуясь этим птичьим языком, но фактически же с возрастом у тебя теряются навыки подлинного общения, то есть приобретаются навыки поверхностного общения и умения вести гениально совершенно коммуникацию, да, я, например, неплохо могу вести коммуникацию очень хорошо, владею словом, языком и так далее, что есть люди, которые еще лучше это делают, но на самом деле вот эта косноязычность молодежи, она как бы говорит совершенно о другом, о том, что общение может строиться на каких-то подлинных основаниях, до языковых, до донотативных, то есть дорациональных, до смысловых и это очень важно и поэтому когда люди как бы ругают молодежи, то это как-то действительно очень глупо, потому что как раз да, мы же не становимся умнее, мы становимся умнее, но что это значит? это отнюдь не значит, что мы приобретаем что-то хорошее, это отнюдь не значит, что мы правильнее становимся, вот, ну хорошо, поэтому Селенджернамо говорит о опасности взросления, он и говорит о том, что он хочет спасти тех, кто взрослеет, от взросления, от погруженности в пространство разума, в пространство языка, это бывает лучше говорить вот на таком олигофреническом языке, вот это какие-то такие уроки с